Здравствуйте, уважаемые подписчики библейского интернет-портала xget.ru, Братья и сестры, сегодня мы с вами поговорим о таком религиозном движении, направлении, как Могородичный Центр. Основатель и лидер этого центра – Береславский Якельман Вениамин Яковлевич, который больше известен своим последователям как архимандрит, епископ Иоанн Береславский. История о его рукоположении, в которой есть множество разных версий, в которых, мне кажется, даже они сами немного запутались, где кто и когда был посвящен и рукоположен, но есть более-менее то, к чему они приходят в общем знаменателе в этом вопросе, в общем знаменателе, что были посвящены в сан якобы Тихоновской катакомбной истинной православной церкви, так называемой ЭПЦ, которая не признана русско-православной церковью. В своем окружном послании глава Тихоновской ИПЦ истинной православной церкви, митрополит Феодосий, осудили учение, несмотря на то, что Береславский был рукоположен там, как он заявляет, но тем не менее учение его Богородичного центра было осуждено, и даже от этой раскольнической организации Береславский и его последователи Петр Большаков были отлучены по своим взглядам и по своему лжеучению. Итак, духовный лидер так называемой Могородичного центра издал более 80 книг, и сейчас все больше и больше видно нарастание этих изданий. И, казалось бы, многие слышали об этой организации еще примерно более чем 10 лет назад, была ее активность, и многие могли бы сказать, ну чего теперь о ней уже говорить, но тем не менее, как показывает сегодняшний день, что люди приходят и обращаются в центре либеритации, те, которые были либо там крещены, либо как-то попали в заблуждение этой секты. И те, в общем-то, книги, которые в достаточном количестве, как я уже сказал, сегодня есть и на прилавках магазинов, и на таких называемых развалах, книжных развалах бульварной желтой прессы. Итак, этот центр по сами, что они пишут о себе, как все организовывалось, вот в июне 1991 года была создана сначала профсоюзная организация, которая была потом преобразована в фонд Богородичный центр, в 93-м году стал именоваться фондом Новой Святой Руси, также в 93-м, но уже в июне, управлением юстиции Мосгорсполкома была зарегистрирована первая религиозная община, которая называлась и до сих пор называется «Церковь Божьей Матери, преображающаяся». На самом деле о себе пишут много о своих изысканиях и пути своим духовным, сам Иоанн Блаженный, как он себя называет, иногда Береславский, но вот тогда, в середине 90-х, в конце 2000-х было множество скандалов, например, связанных в мэрии Москвы, на Красной площади, и после этих скандалов они ушли, как бы Береславский уходит в некое такое подполье и начинает налаживать международные связи, да, укрепить свой авторитет. Они проводят в Москве свои соборы и до сих пор проходят эти соборы. Сейчас уже, если памятение изменяет, 20-й какой-то, 22-й или 23-й собор, который они проводят. Тогда это был 10-й и 12-й собор. Второй, да, в Москве он именовался вторым собором, Марианским собором, который назывался «Всемирный конгресс православной и католической Марианских церквей», на котором присутствовали так называемые, в кавычках, «боговицы» и гости из стран СНГ, США, Канада, Японии, Мексики, Сингапура, Франции. Среди них был патриарх Вселенской Марианской церкви Афанасий Константин из Калифорнии, США. Кстати говоря, если говорить о Береславском, он никогда не скрывал своей симпатии к католицизму вообще и к Папе Римскому в частности. Вот есть цитата из его выступления. «Без помощи и благословения Римского престола в России не осуществить намерений по обращению в огонь веры всей страны». Или еще, например, цитата. «Святейший Папа Иоанн Павел II, который тогда был, чтит меня, то есть Марию, высочайшим образом. Это глава Вселенской церкви. Пусть Россия возносит молитвы к Папе Иоанну Павлу II, ибо его святое умное и чуткое сердце молится обо всех страждущих и падших мира». Это из книги, его книги «Откровение Божией Матери России архиепископу Иоанну», «Венчание на престол», книга 22-я, «Новая Святая Русь», 99-го, страница 7-я. Вот так, сам у себя он пишет о своих духовных изысканиях, да, очень много. Тут надо сказать, что у них есть и академия в Балашихе, по крайней мере, была еще лет 5-7 назад, где было более 100 студентов. Да, есть различные их, так называемые, доктора и профессора. Я всегда предупреждаю своих студентов, когда будете проводить какие-то мероприятия, у нас есть такая тенденция и любовь к научным званиям. И у нас часто для того, чтобы придать вес того или иному мероприятию, приглашают докторов, кандидатов. Но иногда послушаешь то, что они говорят, да, у меня много вопросов, и о чем они самое главное говорят. Зачем их вообще пригласили на православные какие-то такие конференции или мероприятия. Ну, я знаю, зачем ради титулов. Поэтому не всякий титул. Нужно еще посмотреть, какого мировоззрения человек, прежде чем давать ему слово с наших высоких православных кафедр и на наших различных конференциях. Поэтому здесь тоже и два доктора, да, и причем там мы знаем, что Богородичный центр, они ходят в софринских одеждах. То есть, вот, например, на Большую Ордынку 20, в правительстве Скорбящих Радостей, очень долго, где находился центр реабилитации лиц от Павших Православия, туда приходил такой епископ Александр. Из Богородичного центра, с которым мы общались, который старался как-то наладить какие-то связи с русско-православной церковью через наш центр. Ну, мы со своей стороны старались, конечно, его помочь, ему прийти к состоянию покаяния и вернуться. Епископ, он, конечно, был в кавычках, рукоположенный этими раскольниками. Никакой юридической силы и, в общем-то, благодатной в большей степени силы это епископство не имело. Тем не менее, нужно помнить о том, что не всякий человек, который сегодня одет в православной одежде, или называет себя православным, или он там доктор, как один человек приходил и говорил, здравствуйте, Владыка, я доктор богословия. Владыка был очень мудрый, он у него спросил так, а какого богословия вы, доктор? Поэтому здесь действительно вопрос уместный. Итак, при секте действует также, как я сказал, издательство, где выпускается множество книг, и оно называется Богородичный центр. И лжепророк неоднократно принимал попытки, также его адепты принимали и принимают до сих пор попытки проникнуть в российскую армию под видом православных священнослужителей. Богородичники наведываются в военной части, проповедуют и совершают крещение. Сейчас этих историй стало намного меньше, нежели это было даже еще лет 10 назад. Вот, например, предлагают иногда священникам стать офицерами, и так у них есть даже такой лозунг, офицеры спросят Россию. Однако, например, окормляя дивизию, был такой момент, в начале 2000-х они окормляли дивизию Держинского, одну из частей воздушно-десантных войск в городе Нурфоминске. Это известный факт. И даже там предлагали сделать такое, окормляли еще какое-то морское военное училище, предлагали сделать такой крестный ход на корабле по всему миру. Но, слава Богу, что когда официально уже обратились в митрополию, что вот приходят такие священники, есть такое предложение, то в митрополию Петербургской тогда сказали, что эти священники, в кавычках, они к нам никакого отношения не имеют. Он был сам, если я обещал рассказать о его духовном поиске, как он сам о себе пишет, по его собственным воспоминаниям Береславского, он искал прозрений, цитата, озарений, эллюмитивных вспышек, искал, как, да, всех этих разных лучей света, и скрывался, как учитель на подмосковной даче, открыл у себя, как он пишет сам, третий глаз, и в итоге, это все его слова, переменил девять вер. Такой вот был сложный поиск для того, чтобы открыть для себя новый свет, новый свет, который способен спасти Россию. Вот он что писал, например, строгая цитата, «Строгая аскетика, постоянная внутренняя молитва, ночью исследовал псалтирь, пятисотница поклонов, купание на святых источников, затвор келейный при свечах, горячие лампадки, воздевание рук горек, в многослезной молитве». Конец цитаты. Также известно, что влияние на Береславского оказала также женщина, которая недалеко жила от Почаевской лавры, такая, в кавычках, «старица Ефросинья», вероятно, находящаяся в духовной прелести. Во всяком случае, как считал сам Береславский, что она была неким таким путеводителем и принимала особые откровения от Бога, но потом он от нее отрекся и сказал, что все это неправда. А тем не менее, здесь вот в таких аскетических, безблагодатных поисках, то есть в отрыве от церкви, вполне закономерно, что его собственное духовное состояние катастрофически ухудшилось. И как он об этом сам пишет, что духовные искания вскоре привели его к тупику, непроглядному унынию и, в конечном итоге, мысли о самоубийстве. В одном из дневников он писал, цитата, «Запретить читать мои рукописи, пока я живу. Я, кажется, совсем впал в детство. Хочется читать дневники Толстого, Мантеля, Библия чужда. И это мне, реформатору и вестнику. Я отметил определенную закономерность, с которой многие моего порядка, метущиеся натуры, прежде чем обратятся в веру, испытали суицидальные вселенские кошмары». Это все его цитата. «Мысль о самоубийстве, как никакая другая, приближает к духовному порядку. Кто-то властно приказывает мне умереть». Конец цитаты. Это цитата из его книги «Архиепископ Иоанн Береславский. Записки монаха в миру. Духовный дневник. Богородичий центр. 92-й год. 31-34 страница». Вот такие поиски человека, который слышит, что ему кто-то приказывает, чтобы он убил сам себя. Но мы знаем, кто это может быть. Здесь и гадать не нужно. Это человеконенавистник, дьявол. Вероучение. Вероучение. И мы должны всегда помнить слова священномученика Ирины Леонского, который пишет так, что «они, еретики, употребляют те же самые слова, но вкладывают в них совсем другой смысл, то есть иногда прямо противоположный». Поэтому мы уже видим, что из самого названия этой секты, Богородичный центр, здесь играется на чувствах наших верующих любовь к Пресвятой Владычеству нашей Богородицы. Но образ ее всячески искажается. И это следует из их лжеучения о Святой Троице, о Богородице, о Церкви, о Творении, о происхождении зла, о спасении. Это мы с вами сейчас постараемся кратко и увидеть. Обращаясь, снова скажу именно к работам этого и к сочинениям так называемого архиепископа Иоанна. Мариани, то есть это движение такое, которое ассоциирует себя с марианским движением, вкладывают в понятие «лицо» и «ипостась» совсем иной неправославный смысл. Вот цитата. «Ипостась-деятельное проявление божества или божественной силы, которая создает мир». В качестве всеномима к слову «ипостась» идеологи Богородичного центра используют понятие «имя», что роднит их учение со взглядами еретиков еминян, которая была известна ересь Евноми еще в III веке, также каббалистов и крайних имябожников, ересь, которая зародилась в XX веке. «Ипостась тесно связана с именем», — пишет Береславский. «Имя как бы заключает в себе основную функцию ипостаси». Таким образом, для Богородичников ипостась — это модус божественного бытия, отсюда название одной из раннехристианских ересей, такая как ересь, как модализм. Это II век. И дальше Береславский продолжает сочинять, да, поэтому Троица, которая видится Береславскому, цитата, «очами Божьей Матери, представляет перед нами, предстает перед нами как некая изменчивая монада». Вот что он пишет, цитата. «Тайна Троицы, величайшая», вещает Лжебогородица. Это он получает, конечно же, откровение самой Богородицы. Ну, понятно, это Лжебогородица. И вот он пишет, что «Тайна Троицы, величайшая, сын и есть Отец, он же Дух Святой». Или еще. «Один в трех и три в одном. Сын Божий, он же Отец и Дух Святой, и слава Троицы привечной, тот, который и Сын, и Отец, и Дух Святой в одном лице». Конец цитаты. Это он пишет слово Божьей Матери и Господа в России архиепископу Иоанну. Избранное. Том 1. То есть, Береславский также учит и о скором наступлении Третьего Завета. Три Завета. Ветхий, Новый и Свято-Духовский. Вот так. То есть, это одно он пишет. Мы уже с вами с этим встречались, с Третьим Заветом, когда говорили о секте Виссариона, который так и учил, и написал, вернее, не он, а его последователи, с его якобы слов, Третий Завет. Так учат Береславский, что было два Завета, был Ветхий, был Новый, а теперь Третий Завет. И он, конечно же, пророк этого Третьего Завета. Итак, пророк сообщает в своей пастве, что, цитата, «отличительная черта новой эры – двойственная ипостась Христа, Агнца и Жениха». Далее следует уточнение. Число ипостасей Христа одновременно увеличивается до трех. Три, пишет он, изумительных, неслиянных, ипостась Христа последних времен – это царь, агнец и жених. Это три ипостаси во Христе. Да, это он пишет в державном, это об этом сказано в державном катехизисе, который у них есть, основы веры святого православия, так называется, Москва, 97-й год, страница 77-я. Вы замечаете, что здесь такая мимикрия под символику православную, под православные обозначения, даже и катехизис, и православный, и святой, но очень легко попадают люди, те, которые не воцерковленные в эти сети. То есть, все очень близко, все очень рядом, вроде бы похоже, и поэтому здесь есть такая очень серьезная опасность. Далее он пишет, цитата, «Премудрость Божия олицетворена в образе Преснодевы». Да, при этом, надо сказать, что женская ипоста из Богородицы Марии явно выходит из тени. Вот что он пишет, цитата, «Перед очами Отца Небесного Пресвятой Деве и Господу подобает равная слава». Конец цитаты. И еще. Это равенство особенно ярко проявляется в равноценности Христа и Марии. Вот Христос уже не Искупитель, а Со-Искупитель человечества. А Мария – Со-Искупительница. При этом сама она, цитата, «не нуждается в Искупителе», конец цитаты, «могла не умирать и быть живой, восхищенной на небеса». Таким образом делается вывод, что Христос и Мария – Агнец и Агнеца, два Со-Искупителя. «Мария – дочь человеческая, призванная из смерти, тварь от Творца, земная и смертная женщина» и так далее. Ну, здесь кроется такая уловка, и они не могут разобраться, все-таки Бересвятая Богородица, она была зачата непорочной или нет, но все-таки Береславский склоняется к тому, что она была, хотя предвечно была, но просто все процессы предвечности происходят не в материи, не в человеческом теле, а внутри человеческого духа. Когда мы с вами будем рассматривать вопросы Творения, сейчас просто два слова скажу вперед, чтобы не было здесь заблуждения, что якобы они верят в Бога, Отца и Сына и Ситого Духа как личности, мы это уже видели, конечно, нет, что Бог – это предвечный некий безличностный абсолют. И у Береславского есть учение о машине, божественной машине, что очень близко к пониманию кармическому, но потом в более поздних произведениях это слово «машина» он заменяет на колесо, такое благодатное колесо перевоплощений. Поэтому так, то есть Христос имеет не просто человеческую постась, приходит уже к такому выводу Береславский, отварную постась, чтобы равнять и его, и в их представлении с Марией. Что по существу, в общем-то, здесь в этих словах – это не что иное, как откровенное нестерианство, ересь V века. И таким образом сотворены и Христос, и Мария. Это обстоятельство вновь уравнивает их статус. Об этом сказано слово Божией Матери и Господа в России архиепископа Иоанну в томе первом на 22-й и 74-й странице. Далее, дистанция между Творцом и Тварью, кажется, легко преодолевается в момент распятия, и вот как обожествляется Богородица. Здесь не совсем то, что учат католики, обществе Богородица о непорочном зачатии. Здесь чуть-чуть другое. Вот это ересь. Цитата. «Мария стала одно со Христом на Голгофе. Стартотерпец крестный наделил Марию полнотой божественной природы на кресте». «Наделил полнотой божественной природы на кресте». Конец цитаты. Это он пишет в другой книге «Голгофские таинства. Богородичные центры. 12-й год, страница 20-й». То есть, мы видим, что здесь Богородица наделяется божественной природой. И, тем не менее, Береславский на этом не останавливается, идет дальше, говорит о том, что Богородица была всегда, просто кто такая Богородица, она была всегда как София, премудрость Божия, четвертая ипостась, но явила себя на земле в образе Марии. Затем, как он пишет, цитата, «Она возносится на небеса, тела ее на земле нет, она входит в славу Троицы». Да, конец цитаты. И не просто вошла, пишет, «Она вместила в себя Троицу Святую. И когда говорим Мария, это значит Отец, Сын и Святой Дух». Конец цитаты. Оазис мира, 1995 год, страница 138. То есть, мы видим, что здесь дается еще множество таких призывов. Христос и Богородица становятся соборной девой Марии, да, пишет он Слово Божией Матери, архиепископа Иоанну, да. В настоящее время начинается, как там есть несколько эпох. Учение очень сложное и запутанное, но, тем не менее, кое-что отсюда можно вывести и понять для нашего предостережения, что это старое возрождение старых, в общем-то, ересей, нового ничего придумать невозможное и некий такой синкретизм всей этой мешанины. Делится эпоха на разные, сегодняшний мир современный, на разные этапы. И это сегодня, по мнению Береславского, эпоха третья, мета-ипостаси. И он пишет, что человечество вступает в эру Христа Эммануила, Мария рождает свыше Бога в нас и нас в Нем. Конец цитаты. Каждый человек должен родиться заново в лоне Марии. Ну, конечно, вам нужно прийти в Богородичный центр, чтобы родиться заново, стать сыном Вышнего в лоне Марии и младшим братом Иисусу. Это все цитаты. Слово Божие, Мария и Господа в России, архиепископа Анну, том 1, Новая Стая Русь, 275 страницы. И вот еще, пожалуйста. В 21 век, век Богородицы, жены облеченной в солнце. В ближайшее время, цитата, Царствие Божие сойдет на землю и начнется новая эпоха, эра непорочного сердца. Конец цитаты. Или вот еще. Триумф моего, Марии, непорочного сердца, о котором я говорила еще в Фатиме, великое торжество побеждающей Церкви Христа. И еще. Я и Святой Дух одно, говорит Лжебогородица. Я, Мария, есть другая ипостась Духа Святаго. Так что оба мы составляем единое целое, как Сын в Отце, и Отец в Сыне, оба суть одно неразделимы и святы в единстве. Так Мария, Матерь Божия, одно с Духом Святым. То же самое Слово Божией Матери, то же самое произведение на 106-й странице. Даже человеку не сильно, скажем так, воцерковленному очевидна вся еретическая повестка этого лжеучения. И поэтому всегда, как мы с вами на наших встречах и говорим о том, что можно много чего сказать о них, но лучше всего прочитать, что же они сами о себе говорят, и тогда никаких сомнений не вызывает, что и с чем мы имеем дело. Далее, что нужно сказать, что здесь звучат даже целые такие кощунственные слова. Я много купирую и не выношу на наши с вами размышления и по поводу этой ереси, потому что есть действительно очень кощунственные вещи, о которых даже и говорить не хочется, тем более на записи. Ну, вот, например, что еще можно более-менее, да, Христос и Мария. Здесь, очевидно, такое то, что пытается сделать Береславский, это сделать из них супругов. Да, ну вот он пишет. Совершенный образ супругов Господь и Божьей Матери. Новый Адам и новая Ева. Бог сочетается узами особой любви с премудростью Марии. Причем эта особая любовь имеет яркий, выраженный, в общем-то, эротический характер. Вот смотрите цитата. Царица, одно с ним Христом, с часа непорочного зачатия и простерлась на Успенском Адре, как невеста, жаждаща абсолютного соединения и сочетания с ним еще и еще. Конец цитата. Больше подобных цитат я приводить не буду. Это действительно кощунством таким назвать сложно, как другим словом. Также есть призыв экуменической идеологии Нью Эдж. Так в державном катехизисе на 180-й странице читаем цитата. Время исповедовать истинную веру в единого Бога, в неконфессиональную, недоктринальную, недогматическую. Время снять все различия, которые отчуждали людей. Я вам говорил, когда мы с вами рассматривали заблуждение теософии Блаватской и Рерихов, что везде мы с вами будем встречать и нападки на догматику. Даже и восточного, и йога. Мы там тоже видели. Есть нападение о том, что догматика, конфессиональность, это все сковывает. Надо просто верить в Бога. Это все не что иное, как сектанские уловки. Они звучат, но потом вам скажут, конечно, вы отказались от всего такого формального фарисейского. Береславский тоже предъявляет часто это слово. Формальное, догматическое, фарисейское. А теперь пришли к нам, тут свобода. А, свобода? Конечно, тут свобода. Но надь вам в руки наш богородичный катехизис. Да. Поэтому так. Что касается творения этого мира. Согласно богородичному учению, мир похож на огромный часовой механизм. Да. Вводится даже абсолютно понятие такое, как часы Христа. Часы Христа или Креста. Вводится понятие, как мировая душа. То есть, богородичная догматика не дает четкого различения этих понятий. Тваритворение. И дается понятие о мировой душе. В большей степени эта мировая душа ассоциируется с женской ипостаси. Да. И вот цитата. Тогда призыв к душевному, к сердечному. Господь-дух, а я Мария душа. Вот так. Вот что подразумевается под мировой душой. Господь это дух, а я Мария душа. Тут мы видим явно заимствованное из индуизма такого явления, как дуализм. Два начала. И это два начала будет во всем учении в дальнейшем прослеживаться. Как учение о добре и зле, так и учение о эманации, учение о двух началах. Как мы это видели даже в даосизме инь и янь. То есть, светлого и женского и мужского. Ну, здесь в другой такой интерпретации. И далее. То есть, богородица называется неким лоном, некой женской премудростью, неким началом. И здесь эта лона остворяется и служит неким таким домом. Домом для чего? Для премудрости. В ней, в душе Марии, запрограммирован весь промысел Божий. Это буквально тоже цитаты. Так что все это некая такая машина. Где в лоне богородица, лже-богородица, конечно же, программируется весь промысел Божий. И возникает вот это учение, которым я говорил, о Великой Колеснице. То есть, здесь явный пантеизм. То есть, не разграничивается тварь и творение. И вот цитата, пожалуйста. Творец живет в своем творении. Творение в Творце. И еще цитата. Господь есть все. И еще святой Дух растворен в творении. И еще дух основания всякого творения. Это цитата из Творчества Богородицы, облеченной в солнце с жены. 20-й собор, Москва, 2000 год, страница 7. Христос все во всем. Также можно увидеть. Новая эра, страница 49-й, 2007 год. Все это учение так и прослеживается. Происхождение зла, как я сказал, уже дуалистично. Два начала. Добра и зла. Дьявол рассматривается как возлюбленный сын Троицы. С этим мы уже встречались. У Блаватской так и сказано, что кто такой Люцифер, двоюродный брат Христа. Обратная сторона медали. Без зла невозможно понять, было добра. Здесь нечто подобное тоже есть. Поэтому, также интересно, что после своего, после своеволия, которую проявил Люцифер, он был низвергнут в ад. То есть, таким образом, ад существовал до отпадения. Что означает, что Бог сотворил ад. То есть, говорится о том, что он был, Люцифер, низвергнут с неба в ад. Таким образом, получается, ад существовал до того, когда еще не было грехопадения. Получается, что Бог является творцом ада. Что, в общем-то, ложь. Похоже, Береславский имел представление о аде, начитавшись Данте, божественной комедии. Если вы помните, то в этой, так называемой, божественной комедии, да, там, перед входом в ад, есть такая вывеска, на которой написано. Я с вечностью пребуду наравне, входящей, оставьте упование. Да, конец цитата. Всем одно. Я с вечностью пребуду наравне, входящей, оставьте упование. То есть, в божественной комедии Данте эти слова написал над входом, как я уже сказал, в ад. А само описание ада, который итальянский автор эпохи Возрождения дал в своей поэме, на несколько веков стал некой такой хрестоматией для всей европейской культуры. По Данте, ад – это обширное пространство, специально оборудованное место для мучения попавших туда грешников. Что не соответствует православному пониманию об аде. Свидетель Игнатьевич Брянчанинов писал по этому поводу следующее. Цитата. «Преисподние темницы представляют странное и страшное уничтожение жизни при сохранении жизни». Конец цитата. То есть, человек неубиваем. Вот еще раз. «Преисподние темницы представляют странное и страшное уничтожение жизни при сохранении жизни». Это вечное прекращение личного общения с Богом будет главным страданием осуждённых. Святитель Григорий Палома писал следующее. «При отъятии всякой благой надежды и при отчаянии во спасении невольное обличение и угрызение совести плачем будет безмерно увеличивать надлежащую муку». Преподобный Иоанн Дамаскин писал о том, что следующее. «Бог и дьяволу всегда предлагают благо, но тот не хочет принять. И в будущем веке Бог всем даёт благо, ибо Он есть источник благ на всех изливающих благодать. Каждый же причащающийся ко благу, насколько сам себя приготовил воспринимающим, то есть способность воспринимать. Посему здесь, имея влечение к иным вещам и достигая их, мы хоть как-то наслаждаемся. А там, когда Бог будет всё во всём, и не будет ни еды, ни питья, никакого-либо плотского наслаждения, ни несправедливости, те, кто уже не имеет обычных удовольствий, но и к тем, что от Бога, уже не восприимчив, мучается. То есть, если радости от Бога здесь в этой жизни не получал, а искал только радости в удовольствиях, то там этих удовольствий не будет. Еда, питьё, все прочие там чрезмерные страсти, которые человек проявляет к ним. То там этих удовольствий не будет, а от Бога радости нет. И тогда мучается от того, что не получает это никакого блага. Не потому, пишет преподобный Анда Маскина, что Бог сотворил наказание, но потому, что мы сами устроили себе наказание, так как и смерть Бог не сотворил, так как и ада не сотворил, но мы сами навлекли его на себя. Конец цитаты. Так преподобный Исаак Сирин пишет. «Неуместная никому такая мысль, будто грешники лишаются в гиене любви Божией. Любовь даётся всем вообще, но любовь силой своей действует двояко. Она мучает грешников и веселит собою, исполнивших долг свой. Говорю же, что мучимые в гиене порождаются бечом любви». Потому что они не могут её воспринять. Они здесь не свою душу, ум, чувство и волю не приучили к восприятию любви. И там они лишились этой возможности по своей же собственной воле. Потому что здесь не было у них никакого покаяния. То есть не было никакого обращения к Богу для того, чтобы дать Богу действовать в них. Вот так сам себе человек сотворил ад. Слушая не Бога, а слушая дьявола и его советов. Человек свободен в выборе быть с Богом или без Бога. И Господь не отнимает у него этой свободы ни в земной жизни. Не отнимает этой свободы у человека в этой земной жизни. Поэтому так. Каждый волен. Христос умер за всех. Желает всем любви и рая. Но человек по своей свободе не хочет. А что? Как? Насилует свободу человека? Нет. Бог сотворил человек свободным. Поэтому так. А здесь, пожалуйста, здесь пишут, что отпал Люцифер и был в ад. Выходит, Бог виновник ада и смерти. Получается так. Учение происхождения человека. Действительное проникновение зла в человека. Тоже интересно. Адам и Ева, согласно Береславскому и его последователям, рождены относительно непорочные. Относительно. Это прям цитата. Имеет два начала. Порочное и непорочное. То есть, в человеке заведомо уже было зло. В Священном Писании, в книге «Бытие» мы читаем, что они совсем не так. Бог сотворил все весьма хорошо. И человека сотворил совершенным. Совершенным человека, но свободным. Совершенным в своем выборе между добром и злом. Не было никакого зла в человеке. Пока он сам добровольно это зло не принял в себя. Здесь нет. До грехопадения в них преобладало непорочное начало. Греховое начало находилось в приглушенном состоянии. «Сотворив человека по своему образу и подобию, Господь дал ему дар свободы». Человек должен был сделать выбор. Но здесь, видите, очень хитрая ложь. Вот цитата. «В Еву было всеяно противоположное качество, подвластность греху. Что и было за свидетельство грехопадений. Она, соответственно, слушал змеи». Конец цитата. Здесь мы видим, державный катехизис 125 страницы. Здесь мы видим действительно, что женщина и грех, вот он дальше пишет, однотипные понятия. В дальнейшем мы увидим, да, какое отношение будет у Береславского и его последователей вообще к матери, к родной матери, к женщине. Скажу, чтобы далеко не уходить. «Враг номер один, – пишет, ничего не придумаю, – объявляются родители, земные родители, врагами номер один. Потому что он говорит, отец у вас – это небесный отец, а мать – это Богородица. Надо отречь от своих родных родителей». Это прямые призывы, пожалуйста. Цитата. «Земная мать – прообраз дьяволицы, – пишет он. Земной отец – прообраз сатаны. По попранному, поврежденному порядку естества, отец наш – сатана, а мать – и валится». На особое отношение Береславский особую ненависть питает к женщинам и к матери. Есть целый ритуал, когда в центре реабилитации люди проходили реабилитацию, присоединились к церкви после отпадения в эту сектанскую организацию Богородичный центр, то они рассказывали, что чтобы отречься от своих родителей и оборвать все связи с ними, и родиться в лоне Богородицы, вот этой лже-Богородицы, как они призывают к этому всему, и в отце, и в истинном духе. То есть они считают, что отец и мать, мы еще поговорим здесь о родовых проклятиях, да, и о них, может быть, и не стал бы говорить, но в одном монастыре, когда я приехал, передо мной стояли люди и подавали записки. И вот, когда я уже начал, тоже подошел, чтобы записать своих родных и близких, то они вернулись, извинились и сказали, можно мы тут еще спросим его, да, пожалуйста. И тогда они спросили, а как нам вот написать, чтобы за своих, чтобы снять родовые проклятия? Когда я это услышал, я, конечно, не стал вмешиваться, но стоять за ящиком женщины, которая все продает, а у нас такого нет, я не понимаю, о чем вы говорите. И когда они уже стали отходить, то я, извини, сказал, можно, да, у вас на минутку, это были супружеская пара, муж и жена, я представился и сказал, что Солоков Андрей Иванович, призывайте, среди Академии, эспериментской семинарии, я хотел бы вас спросить, откуда вы это? Да вот мы там читали, встречались с одним священником, он говорил о родовых проклятиях, которые мы все несем. Я понял, что это Богородичный центр, у нас была часовая беседа, они в ужасе просто, да, узнали об этом, что это не православное? Нет, конечно. Поэтому так, все по невежеству и неутверждению, да, в православном исповедании веры. И вот отношение это такое, видите, как пишут? Мать явалится. Мать явалится. И вот, да, что они рассказывали, эти люди, чтобы отречься от матери, совсем разорвать узы со своими родственниками, нужно переступить через родную мать. Вот там об отце ничего как-то не говорили, от отца просто отречься. Вот тут к матери совсем какая-то ненависть. Да, переступить через родную мать и плюнуть ей в лицо, чтобы родиться в Богородице, чтобы прервать совсем эти узы. А как? Я у них спрашивал, а как же вы это делали? Через мать-то как переступить? А мы ночью, говорит, подкрадывались, ни один человек свидетельствовал. Пока мать спала и быстро через нее перепрыгивали. Мать в ужасе просыпалась. И еще эти негодяи, наверное, мягкое будет слово, плевали в лицо. Это такие дети. В общем-то, да, виноваты в большей степени, как сказано, дьявол и все заблуждения его. Таким образом, Богородичный Центр утверждает, что каждая человеческая душа единосущна Божеству, и поэтому нужно родиться в Боге, отрекавшись от своих родителей. В человеке есть искра от полноты Отца Небесного, как бы божественное и тварное семя. Это тоже вот такое интересное утверждение, которое в большей степени похоже на тот же и неоиндуизм, и в некой мере оккультный такой необуддизм, или даосизм, где энергия пробуждается. Тоже является человеком... В человеке тоже есть кусочек вот этого Творца, Божества. Если есть размытость между Творением и Творцом, то, в общем-то, все становится понятно. Да, вот как раз родовые грехи. От духовного семени следует отречься. Да, семя душевное, генетический код, наследство состава души. Душевное семя наследуется от предков. И вот цитата. Ветхий состав душ скроен из частиц душ ближайших родственников по крови. Вот это вот само понятие частиц душ, это тоже необуддизм, где нет понятия о личности и буддизм, в общем-то, в некой мере. То есть, так говорит, ближайших родственников, да, по крови. Далее. Приписываемое личному началу есть семя родительское продолжение чужой души. В одном душа матери, в другом двоюродного дяди. Но преимущество дети усваивают материнскую и отечественную ипостаси. Человеческая душа превращается из образа Божия в образ родителей. Собирательный портрет родового прошлого. Конец цитаты. Слово Божией Матери. То же самое архиепископ Иоанну. Том 1. 99-я страница. Есть еще и Белое Евангелие. Название, да. Об уникальных явлениях Божьей Матери последнего времени. Строковая страница, проповеди и так далее. То есть, таким образом, мы видим, что здесь есть, предлагается, например, пишется, что наши усопшие предки, они также иногда именуются родовыми демонами. И вот все, которые были различные грехи, которые недоисповедали, прочее, прочее, говорят, что это все передается по крови, некими частицами. И человеку нужно избавиться от этих родовых проклятий. И, конечно же, Богородичный центр здесь помогает. Надо приобщиться ко всему вот этому. Родиться там в лоне, это лжебогородицы. И так далее. Есть также в учении Мереславского учение о множестве миров. Мы уже с этим с вами сталкивались. Когда рассматривали лжеучения мормонов. Нечто похожее, что в свете последних умозаключений он пишет. Премудрость Божия представляет духовные ступени восхождения для целых цивилизаций и миров. То есть, где будут люди, как некие существа, находиться и прочие-прочие фантазии и бесовские выкладки этого человека. Это он пишет «Новая эра» отца Глеба Бессонова «Новая Русь» на странице 51. Спасение. Ну, спасение мы уже примерно коснулись. То есть, соискупительницей рода человеческого считается лжебогородица, которая, цитата, «совершенная небесная чета, новый отец и новая мать, жених и невеста, мужчина и женщина, воссоздают вселенную, какой ей надлежало быть, если бы не было змея и отпадения». Конец цитаты. При этом домостроительство Христа и Марии различаются в некой специализации. Христос по святым отцам, пишет Береславский, обожил природу в целом. Богоматерь оживляет ипостаси личности. Он домостроитель по природе, она домостроитель по личности. Он домостроитель второго лица Троицы, она домостроитель третьего лица и так далее. И вот, да, тут еще крест обожествляется, и, в общем-то, кресту придается такое магическое значение. Вот, что он пишет. «На кресте, где совершалось дело спасения, была распята сама жизнь. Источник жизни умер на кресте и, объяв его, отдал жизнь свою кресту». Интересная завида. Дальше. «И жизнь пошла в древо, прежде впитавшее грехи наши и омывшее кровью Господа. Неслыханная, страшная тайна, пишет он. Крест взял на себя грехи и вину впитал их и вернул нам жизнь». Конец цитаты. Вот так. То есть, оказывается, не Спаситель нас искупил, да, и умертвил грех в самом себе на кресте, и вознес наше человеческое естество, одесную Бога Отца. Оказывается, в крест все это вложил. И здесь, по сути, мы с вами сталкиваемся с магией. С магией обождествления креста, который искупил грех. Ничего общего это с православным пониманием о спасении не имеет. Конечно же, он пишет, что, цитата, «Пречистая принесла жертву за Россию». То есть, Матерь Божия, она также сраспялась духовно со Христом на кресте. «И принесла жертву за Россию, равной искупительной жертве Господа на кресте». Вот, цитата, еще одна. Таким образом, Мария вместе со Христом, цитата, «берет на себя бремя человеческого греха». Да, разделяет душу Адама, конец цитаты. Ну, и всего этого очень много здесь всего, да. Брак на самом деле не приветствуется. И вообще здесь такая хлыстовская позиция. Женатый не жениться, а женатый разженитесь. Вот пишет, например, «До семьи или до брака, до земных ли дел нам сейчас?» задается вопрос про этот лжепророк. И далее пишет, цитата, «Не вступайте в брак». Да. «Ветхая семья храм Сатанин с его поганым алтарем на чреве женщины-жрицы». Ненависть к браку напрямую связана с отношением к женщине, как к нечистому существу. Да. И вот он пишет, «Христианство, возможно, только монашеское». Также он пишет, что «Се, а с Мария повелеваю, покидайте дома свои, странствуйте и переселяйтесь». Конец цитаты. Святые. Здесь целый набор у них. И святых. Среди святых, богородичников, есть и восточные, и западные, все перемешанные, преподобный Сергий, Иоанн Кронштадтский, и Иоанн Креста, и Тереза Авильская, и Франциск Осильский, и Луи Грион де Монфор, и Тереза, и Младенец Иисуса, и Максимилиан Колбе, и Катерина Сиенская, и так далее, и Доминик, и Бенедикт. В общем, особо, конечно, почитается маргинальная личность Иннокентия Балтийского тоже, и Григорий Распутин. Здесь целый набор. В общем, мы видим, что очень опасная такая подделка. Чем она опасна? Для неофитов, скажу. Для людей около церковных или вообще отдаленно церковных. Вы увидите на их евхаристиях, так называемых, на их крещениях, на их литургиях я неоднократно по миссионерскому служению присутствовал на этих сборищах по благословению, священном начале, да. Видел. Это сцена, собирают огромные людей, в центре ставят статую такую богородицу огромную, и они там в этих рясах и подрясниках разогреваются, чтобы нагнать на себя вот этот правильный дух и разогнать силы тьмы. И начинают хороводом бегать вокруг этой статуи. Таких кроссовков, припрыжку. Поэтому так, вот такое лжеучение, с которым мы сегодня сталкиваемся. И снова скажу, что опасность существует. Снова повторю, что полумиллионными тиражами пересдаются вот эти вот еретические плевелы, которые всеиваются в душе, снова повторю, неокрепших, крещённых, православных христиан. Поэтому, если дать такое заключение, что из себя представляет это еретическое учение Богородичный Центр, предлагает учение синкретическое, вобравшее в себя спектр эзотерических воззрений от астрологии, а астрология там тоже практикуется, индуистской мистики, всякого рода астралов, шамбалы, докабалы и теософии. Храни нас всех Господь от лжепророков и от их лжеучений.